Представители Волгоградского отделения ОНФ и Центра по испытаниям, внедрению, сертификации, стандартизации и метрологии провели очередной рейд по оценке качества дорожно-ремонтных работ. Полукилометровый участок дороги по улице Асланово в Краснооктябрьском районе соединяет улицу Менделеева с детским реабилитационным центром для детей-инвалидов. Медучреждение появилось в 2014 году и тогда же встал вопрос о ремонте дороги, которую планировалось построить еще к весне прошлого года. Однако до осени на имя губернатора неоднократно поступали жалобы от матерей детей-инвалидов и местных жителей с просьбой построить подъезд к реабилитационному центру. Мы знаем, что детский реабилитационный центр, внизу очень много детей-инвалидов, помощных скорой помощи и отсутствие дороги приводило к тому, что дети получили дополнительные увечья на этой 500-метровой дороге, потому что были глубокие ямы. Машины не могли нормально проехать. Задача отремонтировать данную улицу была поставлена губернатором и она была нацелена на то, чтобы в прошлом году к весне уже дорогу сделали. Однако, ввиду того, что были определенные проблемы и с финансированием, и с подрядчиками, и с конкурсами, данная тема все время отодвигалась. Администрация нас заверила в том, что будет данная дорога отремонтирована к весне, потом к концу лета. Ну, в итоге мы увидели, что вот к концу года, в принципе, эту дорогу построили. Мы видели на самом начале этой дороги только выравнивающий слой только сделан. Люки колосса приподняты. Это тоже говорит о том, что работа еще не закончена. Мы уложим тротуар. С точки зрения дорог, когда это проводится, работа, то это правильно. А с точки зрения того, что всю зиму ездят, как говорится, наши автомобилисты и бьются, а то, что колодцы подняты, а работы дальше по асфальтированию не производилось, то это нарушение, конечно. Это нарушение, потому что это делается только для того, чтобы покрыть верхний слой. Разница между верхней поверхностью колодца и асфальтовым покрытием не должно быть более полсантиметра. А тут у нас, смотрим, 3-4 сантиметра. Машина, которая имеет низкий профиль, может стукнуть и развить все днище. Ремонт дороги еще не окончен, но уже видна масса нарушений. Так, доступная среда для детей с ограниченными возможностями полностью отсутствует. Высота съездов около 10-12 сантиметров. При норме не более 5. Если бордюрный камень при маленьком давлении уже разбивается, крошится, соответственно, это полное нарушение технологий. Я уверен, что прочность по паспорту указана 400, хотя тут даже и до 200-150 не дотягивает. Это надо понимать, что опять пошло воровство. Съезды с тротуаров, которые, вот видите, вот, пожалуйста, для инвалидов, так называемая доступная среда, она сделана некачественно. Вот, ну, не может инвалидная коляска съезжать в том месте, где высота бордюра более 5 сантиметров. А тут, видим, аж сантиметров 15. Даже поставили несколько сломанных, разбитых бордюров в качестве съезда. Как показывает опыт работы на дорогах наших, города Волгограда, что вот то, что мы сейчас делаем, оно, к великому сожалению, недолговечно. Мы не применяем новых технологий. Неудивительно, что даже от легкого автотранспорта у нас начинаются трещины, у нас опять начинаются ямы на этих трещинах с помощью нашей зимы, которые постоянный переход через ноль, то тепло, то холодно, то тепло, то холодно. И тут же начинается вот это вот разрушение. Укладка наших бортовых камней на повороте, это явно видно, показывает, что не соблюдены расстояния углубления в бетонную смесь. Если у нас в данном случае бортовые камни сбоку как-то землей подкреплены, и им некуда деваться, они не пойдут в ту сторону, то вот на повороте явно видно, что, естественно, бортовой камень, как сливочное масло, либо упадет, либо, как говорится, сдвинется. Вот он уже заканчивается. Бордюр, бортовой камень, заканчивается. А он должен быть заглублен на 15 сантиметров. Это называется бортовой камень. Пожалуйста. То есть уже сейчас при малейшем задевании колесом бортовой камень нарушена его конструкция. Вот так бывает бортовой камень? Угу. Пещели. Пещели должны быть заделаны бетонные смесь. Да, бетонные смесь должны быть заделаны. Вот это тяп-ляп сделали для того, чтобы получить галочку. На вопрос, кто отвечает за ремонт дороги на улице Асланово в городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, не говорят. Однако уверяют, что с наступлением теплой погоды работы на этом участке возобновят. Анжелика Пехтелева, Анастасия Кузьмина, Сергей Григорьев. Волгоградское деловое телевидение.